Поэтому, в принципе, мы с вами можем видеться в этом формате. Я не думаю, что у вас есть какие-то, как вам сказать, противоречия по этому коду, то есть другие предложения, хотя, возможно, есть какие-то вопросы, в принципе, вы их можете в течение нашего вебинара писать в чате, но было бы логично, если вы написали эти вопросы в конце. Много чего происходит в последнее время, то есть наша технология успешно развивается. Презентации, кстати, о которых мы говорим, проведем онлайн, проведем в живом формате. И буквально на следующей неделе в среду 12-го числа в 19.30 в городе Москва пройдет презентация живая компания Skyway Capital. Об этом сейчас готовится рассылка по базе электронных адресов. Пройдет недалеко от нашего офиса, где я сейчас нахожусь, гостиница Татьяна. Есть люди, которые уже знают, что и куда нужно идти, потому что удобный зал, порядка на 100 человек посетителей, да, то есть там комфортно можно разместиться. Буквально для тех, кто бывал у нас, если есть москвичи, то есть там повесили, точнее, заменили, скажем так, провектор старый, который был, теперь он более яркий, и все замечательно видно на экране. Ждем вас, ваших друзей, потенциальных, скажем так, партнеров, родственников, знакомых, коллег по работе, которым вы хотите донести информацию, чтобы они получили ответы на свои вопросы, на этом живом мероприятии, которое состоится через неделю. Кстати, следите за расписанием мероприятий живых, которые проходят в своем ряде городов и стран, на сайте, который, кстати, здесь ниже, на этом слайде изображен. Здесь сайт www.yuzinski.com. У нас сейчас в чатах партнерских в скайпе наша служба технической поддержки каждое утро выкладывают сообщение, что расписание мероприятий на сегодняшний день вы можете найти по ссылке, и она, скажем так, выводит на ту новость, которая у нас на неделю вперед выкладывается информация о мероприятиях, проходящих в режиме онлайн и в режиме offline. Итак, коллеги, как я вам сказал, презентация у нас проходит для, в первую очередь, людей, которые только пришли узнать о нашем проекте, о технологии, о проекте Skyway Capital, об инвестиционных возможностях, которые мы предлагаем. Либо бы людей, которые недавно зарегистрирулись, может быть, хотят разобраться на многое дело в этом вопросе и приглашают потенциальных партнеров, потенциальных инвесторов, для того, чтобы они уже в свою очередь разобрались в информации. То есть, по сути дела, это инструмент, который позволяет вам двигаться в рамках партнерской программы, приглашать тех людей, которых вы знаете, либо, скажем так, узнаем недавно. И, благодаря данной информации, у вас может еще и строиться партнерская структура в бизнесе вместе с компанией Skyway Capital. Итак, человек, который сегодня является виновником, как я это говорю часто, положительным смыслом этого слова, всего того, что происходит, он виден у вас на экране. Кто-то, возможно, из вас видел его в видеороликах, кто-то, возможно, видел его лично, если присутствуют на целом лагере мероприятия, на которых присутствовал Анатолий Дарвич Юницкий. Российский, белорусский, советский ученый, изобретатель, предприниматель, который родился на территории Республики Беларусь сейчас, да, раньше это было государство, Советский Союз. В начале своей деятельности Анатолий Дарвич Юницкий получил признание Федерации космонавтики СССР и стал его членом, да, то есть в 80-х годах прошлого столетия. Во все время, которое он посвятил разработке встроенных технологий, встроенного транспорта, у него, это, кстати, 39 лет, срок, который, с одной стороны, немалый, а с другой стороны, если рассмотреть, скажем так, применение транспортной отрасли, то это и не самый большой срок от первой идеи до реализации технологий, потому что в нашей с вами жизни было гораздо больше вещей, которые именно в транспортной отрасли доверялись несколько десятилетий, а некоторые даже и столетия, которые доходили до разных уголков земного шара. У него за все время разработки технологий более 140 изобретений в разных направлениях, и целый ряд из них реализован на практике в промышленности, в сельском хозяйстве. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ, с выграбанных которых можно познакомиться, введя в адресную строку вашего браузера адрес сайта www.unitsky.com. Большое количество материалов, большое количество технической информации. Скажем так, экономические аспекты рассмотрены подробно касаемо технологии, которую разработал Анатолий Барбович Юницкий. Большое количество видеоматериалов. То есть все это можно найти на сайте www.unitsky.com. Анатолий Барбович, три высших образования, это инженер транспорта, патентное правило изобретательства и проектирование строительства высоких зданий и инфраструктурных сооружений. Все три высших образования сегодня он на практике реализует технологии под названием Skyway. Skyway – это небесная дорога. Кабатовая технология, которую внедрял Анатолий Барбович Юницкий, называлась, скажем так, на русском языке «струйная технология». И струйная технология вся включает не только транспорт по уровню, о котором мы в основном рассказываем, и то, что мы демонстрируем сейчас на целом ради форумов международных, но это также строительство высоких зданий, зданий, каторжного типа построенных технологий. Это строительство мостов, строительство звездно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов. Это строительство струйных портов, которые могут быть вынесены от береговой линии, в акватории морей, океанов, озер, на естественные глубины. Это экономит огромное количество, скажем так, денежных средств, материалов и, скажем, усилий по созданию этих портов. То есть все это относится к струйным технологиям. За время разработки технологий под названием «Скайл» и «Сионе», а раньше «струйная технология», Анатолий Барбович Юницкий дважды получал от такой структуры, как «Организация обменных наций», грант развития своей технологии. То есть дважды ООН выделяло денежные средства на основании экспертных оценок специалистов этой организации, которые разбирали, что из себя представляет струйная технология, что из себя представляют ленинные города. А ленинные города – это как раз-таки пока теории, но в дальнейшем уже, скажем так, будут применяться на практике, когда будут строиться дороги по технологии, разработанной Ницким. Будут кластерного типа строиться города, которые могут находиться, как Анатолий Барбович любит говорить, на ленинной природе. Там может быть одно какое-то основообразующее здание, либо в шаговой доступности будет иметь возможность добираться, скажем так, до транспорта, который может предоставить любую точку области, страны, потому что у этого транспорта очень высокие скоростные показатели. Мы говорим о трех сегментах транспортного рынка. Это городской транспорт, грузовой транспорт и высокоскоростной международный. Так вот, у городского транспорта скорость передвижения от 50 до 150 км в час, у высокоскоростного международного – 500, и уже, скажем так, в целом роде новостей на телевизионных каналах. Корреспонденты этих каналов говорили о скорости до 600 км в час. И грузовой транспорт, который может передвигаться со скоростью до 120 км в час, и протяженность трассы может быть вплоть до 10 тысяч километров. То есть можно напрямую, скажем так, от такого месторождения, которое сегодня является труднодоступным, либо недоступным, построить линию, и поставлять, скажем так, минеральные ресурсы этого месторождения, планеты, в то место, куда необходимо доставить. То есть это может быть тысячи километров, две-три. Все это позволяет делать данную технологию. На данном слайде вы видите преимущество данной технологии по отношению к тем транспортным системам, использованные нами, которые, да, ежедневно, в повседневной жизни. Это автомобильный транспорт, шелезнодорожный транспорт, это водный транспорт, который мы знаем очень давно. И предки наши начали, скажем так, использовать лодки, потом корабли уже несколько тысяч лет, да, по сути дела. И войны были, когда-то были морские сражения большие еще до нашей эры. И воздушный транспорт, это самолеты, вертолеты, которые сегодня используются. Так вот, я кратко перечислю то, что основные преимущества и гораздо больше низкая себестоимость строительства, оказание транспортной услуги, то есть, так называемые амортизационные расходы будут практически равны очень близкие к нулу, потому что единождепостроенная эстакада может служить больше 100 лет. Близкое энергопотребление, землеотвод, для данной дороги нужно в сотни раз меньше, чем для строительства автомобильной дороги. Высокий уровень автоматизации, то есть, цель создать полностью автоматически управляемый транспорт и снизить до нуля, фактически, свести к нулю человеческий фактор, который зачастую является причиной огромного количества аварий, там, свыше миллиона, до полутора миллиона полой жизни, в мире за год теряется, благодаря авариям, катастрофам, которые происходят на автомобильном транспорте. Соответственно, если мы говорим уже о высшем уровне безопасности, автоматизации, точнее, высший, высоко полной автоматизации, это и высший уровень безопасности. То есть, транспортные потоки людские разведены по уровням, люди совершенно спокойно смогут гулять по территории планеты, по поверхности Земли, не опасаясь, что они будут кем-то сбиты, скажем так, и что они попадут в какую-либо аварию. Мало того, транспорт опять же перестанет пересекаться с, например, миграции животных. То есть, вы знаете, что в целом ряде в диких местах из-за строя дороги часто стоят знаки, вот когда мы видим на автомобиле, что на данном участке возможно появление на дороге диких животных. Что, кстати, тоже приводит к серьезным проблемам не только на автомобиле, транспорте, на железнодорожном. Не взирая на то, что трасса Москва-Питера дорожена, там иногда появляются и дикие животные, и лоси, и так далее. То есть, иногда происходит авария. Далее, можно использовать возобновляемые источники энергии, размещать их на эстакаде, это и солнечные батареи, и электростанцию, и, скажем так, выработанное электричество можно использовать как для передвижения транспортных средств, так и для внешних потребителей. Высокоэкологичный транспорт, да, конечно же, одним важным показателем это является экономия времени в пути. Как для людей, которые перемещаются, вот, например, со скоростью 500 км в час между городом, международный скайвей, менее чем за 2 часа можно добираться от Москвы до Казани, от Москвы до Питера, от Москвы до Минска, например, от Москвы до Киева. То есть, расстояние вроде бы 700-800 км, а это быстрее, чем за 2 часа. Экономия времени и финансовых затрат, то есть, финансовый затрат на строительство, потому что экономится значительное количество строительных материалов. Мы всегда приводили пример, например, по стале, если сравнивать высокоскоростными железнодорожными деталями, от 500 до 750 тонн стали на километре. То есть, это очень серьезный цифр. А планируется построить миллионы километров дорог. Ну и важно для людей, которые относятся к миру бизнеса, которые в дальнейшем будут строить такие дороги для каких-то своих, ну, что-то, может быть, какие-то компании, как я сказал, которые зарабатывают полезность компаний и так далее. Быстрые сроки окупаемости дорог. Это тоже очень важно. В среднем, от года до 5, как заявляют специалисты нашей компании. И чтобы окончательно дать представление, что такое транспорт Скайвей, что такое транспорт второй уровень, я предлагаю посмотреть короткий ролик о технологии Скайвей, о технологии Транснет, мы еще ее называем, как мы говорим, это следующий шаг в развитии мировой паутины. Это технология перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества развития интернет-технологий сегодняшних. Они лягут в ее основу, только будут перемещаться очень быстро лиги, грузы, и в принципе данный ролик за две минуты даст не то чтобы полное, но наглядное представление, как будет выглядеть транспорт вот уже ближайшего будущего. Я с вами на две минуты прощаюсь, а дальше будем продолжать движение по нашему суббину. Транспортные пути живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционно транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснет жестко-струнного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна зашита в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет изобретение Юницкого признанное в научном мире и проверенное годами испытаний запатентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах, подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура, транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Северороссии. Транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я думаю, что ролик достаточно полно продемонстрировал, что у себя представляет транспорт, который разрабатывал и внедряет сегодня наш генеральный директор, он же генеральный конструктор технологии Анатолий Даров-Черницкий. Единственное, что хочу еще добавить, мы раньше говорили очень много о том, что было сделано в прошлом, мы раньше очень долго и подробно рассказывали о наших вебинарах и презентациях, что происходило на этапах различных развитий технологий. Сейчас мы достаточно быстро пробегаем данную информацию, потому что нам есть что говорить, что происходит именно сейчас. То есть, условно, просто историю можно разбить на четыре части, на четыре этапа, в течение которых о технологии было рассказано и в средствах массовой информации, она была продемонстрирована. Что хотелось бы еще отметить, действительно, данная технология, которую разработал Анатолий Дарович Ницкий, она нигде не была применена на сегодняшний день. То есть, в принципе, с точки зрения новизны, это новая инновационная технология. Но, как любит Георгий Дарович Ницкий, в принципе, он объединил в технологии Skyway многие вещи, которые давно известны человечеству. И, скажем так, все собранные вместе до кучи, как мы говорим, делали данную технологию инновационную. Инновационную делают весь транспорт, о котором мы с вами разговариваем. Итак, условно на четыре части разбита история развития струнного транспорта. Мы находимся сегодня на четвертом этапе, которые, скажем так, не близки к тому, чтобы продемонстрировать еще раз, что из себя представляет данный вид транспорта. И на четвертом этапе после многочисленных переговоров с людьми мира, бизнеса, с чиновниками разных государств, разные уровни, Анатолий Дарович принял решение оценить интеллектуальную собственность, которая у меня была на тот момент уже собрана. Это был большой объем информации и, скажем так, материалов технических и так далее. И она была оценивана в 400 миллиардов долларов США европейскими компаниями, которые имеют на эту лицензию. И на основании этой интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания Великобритании. И было принято решение в 2013 году начать привлекать инвестиции, а вы знаете, ничего невозможно построить сегодня, не заплатив денег за место, на которое надо строить, рабочим, которые будут возводить, скажем так, тестовые участки всех трех видов по технологии Skyway. Соответственно, для этого нужны были деньги. И вот эти деньги было принято решение привлекать по хрестам краудинвестинга. Как показал последний момент, последняя выставка международная Инотранс, что данный способ под названием правда краудфандинг давно применим в странах Европы и огромное количество компаний в разных направлениях данную систему использовали для привлечения инвестиций и развития своих проектов. Правда, зачастую краудфандинговые проекты это те проекты, в которые люди просто жертвуют деньги разного размера, не претендуя на что-то потом получать обратно в виде прибыли и так далее. Краудинвестинг намного интереснее, потому что ту самую интеллектуальную собственность, которую владеет Енисский, он сегодня предлагает стать совладелителями большому количеству людей, которые могут стать инвесторами в нашем проекте, приобрести долю в технологии и в дальнейшем уже, когда компания выдает международные инвестиционные рынки с теми долями компании, которые сегодня можно приобретать абсолютно любой, причем на очень выгодных условиях, потому что многократно возрастают денежные средства, которые вы сегодня можете, скажем так, в этот проект вложить, а на выходе совершенно другая цифра, умноженная в разы. И сегодня эта возможность приложена в первую очередь кому? Ну, таким, как мы с вами любим, то есть кому нужен экологически чистый, безопасный, комфортный, высокоскоростной, намного более доступный по деньгам транспорт, как мы с вами, потому что людям, у которых есть деньги, людям, у которых есть власть, которые, скажем так, руководят какими-то странами, районами, там, областями, краями, они не испытывают проблемы, касаемых транспорта. Ну, может быть, только тогда, когда, например, нужно ехать на машине, проверять какой-то район, и паводок начался, то есть проехать крайне проблематично. И то тогда они находят выход, они летят на вертолете. У нас же с вами такой возможности нет, вертолеты, самолеты достаточно дорогие, именно по этому огромное количество людей, разобравши, что я себе представляю технологию Юницкого, стали инвестировать свои денежные средства в развитие нашего проекта. Цель этих инвестиций для компании, для нашей, это строительство тестового участка, мы раньше называли, полугонного, испытательного. Сегодня это называется Центр демонстрации сертификации, либо, по-другому, экотехнопарк. И сегодня все это происходит на территории Белоруссии, в Минске, в области, в городе Марина Горка. Буквально два слова о тех трех этапах, о которых я не сказал. Кстати, насчет четвертого этапа. У группы компании Skyways с конца 2013, с начала 2014, по 2017 год есть четкий план заведения технологий на мировой транспортный рынок. Сегодня мы заканчиваем седьмой этап развития, на котором предполагалось определенное количество работ, которые надо было выполнить, соответственно, для них нужно было финансирование. Мы выдели письмо, возможно, те, кто внимательно следит за новостями, что седьмой этап подходит к концу, мы успешно выполним и поставим задачи, и с 17 октября мы переходим на восьмой этап развития. Что это для вас сумит, я немножко сакцентирую, немного позже. Итак, коллеги, тогда же все началось с семьи седьмой год, то есть первый этап продлился почти 20 лет по середине девяностых годов. Именно первая заявка на изобретение в это время появилась, первая публикация юнистского в научной прессе, в первую очередь Советского Союза. Именно в это время была получена признанная Федерация космонавтики СССР первый грант, который выделил Советский фонд мира на развитие технологий. И прошла первая научно-практическая конференция в 80-х годах на территории Белоруссии. Тем не менее, была вне ракетное настроение космоса. Там были космонавты, целый ряд, которые представляли Федерацию космонавтики СССР, герои Советского Союза, в том числе. Далее, второй этап. Второй этап, когда уже Анатолий Дарвич Юницкий создал предприятие, у него была научная школа в Питере, там было большое количество продолг будущего транспорта в аэродинамической трубе. Цель снижения коэффициента аэродинамического сопротивления, не было обтекаемой формы будущим транспортным средством. На этом же этапе продемонстрированы действующие физические модели различного масштаба. И именно на втором этапе получен первый грант организации обменных наций. Второй грант был получен на третьем этапе развития технологии, уже в то время, когда Анатолий Дарвич Юницкого существовал тестовый полигон в Подмосковье, в городе Озера. Была построена порядка 170 метров эстакада, которую вы сейчас видите здесь на слайде. Дил, который весил более 12 тонн, сбирался, скажем так, довольно легко на стальных колесах по эстакаде. И, как любит говорить Сибиряков Сергей Анатольевич, то есть путевая структура, которая весит один метр путевой структуры меньше 100 килограмм, выдержала нагрузку, переблигался с ИСУ-31 с определенной скоростью, весом более 12 тонн. В это время были заключены целый ряд государственных контрактов даже на строительство дороги по технологии струнного транспорта в целом ряде регионов Российской Федерации. Именно в это время, когда был полигон, было укрепено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик. Экспертные оценки и заключения давали специалисты целого ряда государственных структур на следующем слайде. Вы увидите краткий перечень, он гораздо более полный. на сайте вы сможете его найти. Именно в это время был получен, как я сказал, второй грант организации обмененных наций. Ну и что хотелось бы отметить, на полигоне целый ряд комиссий, целый ряд, скажем так, государственных структур Российской Федерации были давали экспертные оценки, были международные делегации, которые видели, что из себя представляет транспорт недалеко в будущее. Средства массовой информации именно в этот промежуток времени активно рассказывали о технологии Ленинского и в новостях, то есть центральный канал, когда был ТВ-6, и НТВ, и канал Мир, РТР, то есть первый канал давали информацию о том, что в нашей стране существует такая технология, есть такой инженер Ленинский, который хочет ее внедрить. Был целый ряд тематических передач на региональных телевизионных каналах, то есть печатной прессе было огромное количество материала, и Анатолий Барович Ленинский вместе с технологией принимал участие в большом количестве форумов выставок, посвященных в первую очередь транспортной тематике. Есть целый ряд золотых медалей, дипломов, наград, которые он получал вместе с технологией стройного транспорта. Это история, то есть это то, что было. Данный слайд демонстрирует как раз-таки те структуры, которые давали свои экспертные оценки, то, что я называл, это Министерство экономики транспорта, это Гостро Россию, Российская инженерная академия, Институт проблем транспорта, Российская академия наук, Организация медитнации. И важным моментом стоял демонстрация, скажем точнее, представление данной технологии в 2009 году губернатор Мельяновской области, который до сих пор сейчас является губернатором Мельяновской области, вот его недавно избрали, он представил технологию президенту Мельяновску на тот момент, и в принципе все пришло к тому, что после данного Госсовета, на нем были губернаторы всех областей Российской Федерации, всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств, Мельяновску было дано распоряжение изыскать миллиарды рублей на развитие данной технологии. И как бы распоряжение дали, но получилось обратное. То есть, технология, скажем так, поливена через неделю в подмосковом городе Озера не стала. Возможно, это борьба, скажем так, недобросовестных конкурентов. Мастер в транспортном отрасли, вы знаете, что у нас существует целый ряд компаний, на которые каждый год выделяются миллиарды рублей. То есть, СРЖД, и другие транспортные отрасли, которые получают из бюджета серьезные деньги, каким-то образом их реализуют. Можно сказать немножко грубое, и утилизуют. Потому что огромное количество денег не доходит до этих целевых проектов. У нас огромное количество, скажем так, по стране находятся мостов, которые уже ремонтируют, но они еще не построены. Ну и так далее, и так далее. Далее, 14-й год стал ключевым, потому что началось привлечение инвестиций по следующим краудинвестингу. В 14-м же году было открыто наше предприятие на территории Республики Беларусь, где появились первые конструкторские кадры, это был май месяц. 14-й год, можно сказать, годом становления, 15-й год это переломный год развития технологий. Потому что именно в 15-м году было проведено целый ряд переговоров в различных странах по дальнейшему взаимодействию с нашими зарубежными партнерами. Это Колумбия, объединены Арабские Эмираты, Австралия, кстати, да. Именно в 15-м году в начале определились участки местности, то есть бывший тонкодром недалеко от города Марина Горка в планах нашей компании появилось бороться за участок. В июне месяца на аукционе, который состоялся по земле, данный участок был закреплен в долгосрочную аренду за компанией строительной технологии, которую проводил Анатолий Дарвичевнецкий. Площадь почти 36 гектар. Это Пуховичский район Минской области. В июне месяце начались первые работы, в августе началась активная строительство эко-технопарка. То есть на территории эко-технопарка планируется построить все три тестовых участка городской, грузовой, высокоскоростной продемонстрируют возможности транспорта и сертифицировать его в виде номеровой рынок. Далее, в 2015 году состоялось важное событие это получение специалистами нашей компании международного идентификационного кода цены бумаги, процедуры, которые проходят все компании, акции которых копируются на биржах различных. Далее, приезд австралийской делегации во главе с бывшим министром транспорта Родом Хоком, который сегодня уже является руководителем нашей австралийской компании. И в 2015 году состоялась процедура закладки миллион километра, видите внизу на слайде, это фотография первой международной конференции на территории Республики Беларусь, на которой присутствовали наши инвесторы из целого ряда стран, было несколько десятков человек, которые высаживали деревья, сегодня там уже огромное количество деревьев высажено на территорию экотехнопарка, то есть там сады целые, там, кстати, выращиваются экологически чистые фрукты, овощи и так далее, это тоже одно из направлений развития и струнных технологий в том числе. Что еще хотелось бы отметить, да, 15-й год, то, что именно в 15-м году началось свое движение по планете компании Skyway Capital, это был февраль месяц, 24-е число, я так сейчас помню, первая презентация этого проекта. Сегодня партнеры порядка из 8-ми стран являются участниками проекта компании Skyway Capital, стали совладельцами интеллектуальной собственности, да, и у них есть отличная возможность в недалеком будущем очень серьезно поправить финансовую составляющую своей жизни. И важным, наверное, ключевым моментом тоже стало принятие решения руководством компании в ноябре месяце, позволить нашим инвесторам приобретать пакет удалей компании в рассрочку. Это выгодно инвесторам, небольшие ежемесячные обливания, скажем так, в нашу компанию, да, позволяют на выходе получить серьезный пакет удалей компании. Для компании это удобно, потому что наперед, на 8, на 9, на 10 месяцев вперед можно видеть, какие денежные средства потенциально к нам придут и планируют те работы, которые необходимо реализовывать на целом ряде этапов развития нашей компании. Вы знаете, я уже сказал, что этих этапов 15. В октябре мы переходим с 18-го числа на 8-й этап развития компании. Это то, что было в 15-м. Сегодня мы в 16-м году, которое тоже, скажем так, три квартала уже пролетело. В начале этого года Ленинский отправил письмо Медведеву, которое сейчас является премьером и пригласил его на просмотр нашей технологии на территории Республики Беларусь и Минской области, где сейчас идет строительство. В феврале месяце 11-го числа экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признает технологию милиционную. Это важный, это большой плюс, потому что мы долгие два года слышали мнения специалистов от транспорта, специалистов от финансов, просто скажем так, людей, которые специалисты во всем, что это финансовая пирамида, непонятно что и так далее. Я думаю, вы понимаете, что технологию, которую признало Министерство транспорта и милиционной, назвать файперским проектом, ну это по меньшей мере глупо. Далее, в март месяц 25-го числа на заседании рабочей группы экспертного совета Министерства Российской Федерации технология Анатолия Барыш-Леницкого была признана перспективной и потенциально применением на территории Российской Федерации. Данное распоряжение комитета комиссии по импортозамещающим технологиям активно сотрудничать с компанией структурной технологии, посмотреть, что с ними представим на территории Минской области и в дальнейшем уже рассчитывать конкретные проекты, почему это выгодно на территории Российской Федерации, то есть искать места по применению данной технологии. В планах группы компаний Скаля на 16 лет будет целый ряд важных мероприятий. Первое, самое важное, это строительство городской и легкой трассы на территории Экотехнопарка, далее это строительство грузовой трассы с промежуточными опорами, путевой структурой, погрузочно-развивочным терминалом, это все на 16 год. На 17 год перейдет уже, скажем так, планирование строительства высокоскоростной трассы 15 километров участка, на котором будут продемонстрированы возможности высокоскоростного скалей. 23-24 числа в апреле месяце в Минске прошла первая крупная конференция, ферум, экофестиваль называлась это, порядка 700 лишних человек наших инвекторов смогли первый день побывать на территории Экотехнопарка, посмотреть, что было продло на тот момент, куда они вложили свои денежные средства, то есть на что они пошли, на второй день была конференция в городе Минске. И с 20 по 23 сентября 16-го года совсем недавно состоялось крупное транспортное мероприятие, это крупный транспортный форум под названием «Натранп-2016». То есть на нем было много событий, наш тенд, скажем так, был одним из самых не более посещаемых, вы видите фотографию посередине внизу, да, большое количество и специалистов, то есть людей из мира транспорта, людей, которые представляли, скажем так, и правительственные структуры целого ряда государств, а на выставке присутствовали, на мероприятии присутствовали люди практически со всего земного шара, это бывали Австралия, и Азия, и Юго-Восточная Азия, Африка, Северная и Южная Америка, соответственно, Евразия, то есть Европа и Азия. Очень много отзывов, большое количество новостей, вы можете найти большое количество видеороликов, которые, наверное, еще будут продолжать выкладываться по мире, скажем так, записи, монтирования этих роликов, посвященных выставке «Натранс». Но это не все, потому что буквально как только закончилась выставка «Натранс-2016», вчера, да, в городе Минске, в футболном манеже, началось еще одно мероприятие, на которое компания «Струйные технологии», которая указала «Наталья Дарчунинский», была приглашена ни много, ни мало министерством транспорта и коммуникации Республики Беларусь. И уже вчера, да, наш стенд посетили представители правительства Республики Беларусь, то есть, скажем так, первый заместитель премьера Республики Беларусь, министр транспорта Беларуси, Литвы и Латвии, если не ошибаюсь, да, и сегодня, возможно, скажем так, возле нашего стенда огромное количество людей и специалистов из мира транспорта, пока мы не получали свежую информацию, не получили ролика за вчера, но я бы хотел сейчас сделать следующее. Если вы сейчас видите мой экран, просто поставьте плюсики, вот, а мы с вами можем посмотреть кратко, да, краткий отчет из того, что было вчера на выставке в Минске, сейчас, одну секунду, загрузится, картинка на моем рабочем столе, то есть вчера, Анатолий Бярлевич Унисткий вчера продемонстрировал данную технологию, вы видите, да, фотографию, Министерства транспорта Республики Беларусь, также, скажем так, министр транспорта Польши, Литвы посетили, и вчера уже был замглавляю администрацией города Липецк. И вот фотографии, которые были сделаны вчера на выставке под названием «Белорусское транспортное недело либо транспорт и логистика 2016». Ну, по всей видимости, Анатолий Балыч общается с кем-то, да, то есть это может министр транспорта Польши, Литвы, или представитель Липецкой области, потому что люди в Кремануфиле Сергея Сибирякова перед скопом мы видели, когда приходил на посольство министр транспорта Беларуси. То есть, видите, людей много. Вот Витер Кириченко общается с Сибиряковым. Здесь же, скажем так, выставлены в экспозиции наш Минобайк и Юнибус. Да, и этот форум идет полным кормом. Сегодня еще и завтра вот этот Анатолий Боровский, да, который написал книжку Анатолия Боровича Минницкой Минницкой и Небесной дороги. То есть он там тоже, скажем так, занимает популяризацию нашего проекта. Вот, кстати, это посещение нашего выставочного комплекса министром транспорта Республики Беларусь. То есть он был первым, который посетил данную выставку. Так что проект развивался, проект двигается, да, я, каждый из вас может зайти, в принципе, и посмотреть эти фотографии на наших интернет-ресурсах. Мы же с вами будем двигаться дальше по информации сегодняшнего вебинара, да. Я уже буду долго останавливаться на фейсах массовой информации, потому что вы все это можете легко проверить, войдя на сайт компании Skyway Capital или компания РСО, и там есть раздел «Милия», где подробно, скажем так, есть информация о том, какие средства у нас с информацией за последние там 4-5 месяцев рассказывали о технологии Skyway. Это и телевизионные каналы, это и радиостанции различные на территории Европы, на территории СНГ, на территории Австралии, да, это различные, скажем так, интернет-ресурсы, это даже СМИ, в какой-то степени наших конкурентов под названием, например, РЖД-партнер, да, есть такой интернет-портал, и только за выставку, во время проведения выставки на Транс, мероприятия на Транс, трижды РЖД-партнер выкладывал статьи о струнном транспорте, скажем так, буквально вчера, по-моему, вышла статья о том, что транспорт Skyway принимает участие в международном форуме, который проходит сейчас на территории Республики Беларусь. Важно отметить, наверное, следующее, то, что в этот же промежуток времени, в этом году, в Ленине состоялся приезд Робо-Хуко, второй, со специалистами компании Аур-Кон, которая взялась за то, что сопровождает проект на территории Австралии, то есть сейчас идет работа над соответствием технической документацией технологий, которые разработаны немецким тем стандартом, которые есть в Австралии, ну и в планах концу этого года в Австралии начать строительство и даже, возможно, не в одном месте. Тестовых участках либо уже рабочих. Теперь мы с вами переходим непосредственно к предложению компании Skyway Capital, то есть то, куда мы привлекаем инвестиции, мы с вами говорили в первую часть. О технологии можно говорить долго, о технологии у нас много рассказывает Александр Минков, по понедельникам у него два вебинара посвященных непосредственно ознакомлению потенциальных партнеров либо тех, кто хочет подробнее разобраться с технологией, это днем и вечером, и по воскресенью нам проводят семейные встречи, где тоже, скажем так, привыкли примеры ноу-хау в различных направлениях нашей с вами жизни, ну и показывают преимущества нашей технологии. По хлебам и сирены в том числе есть у нас так называемые экономические вебинары, которые проводят Алексей Суходов, Сергей Сибиряков. Может быть, в последнее время они меньше уделяют внимания каким-то тонкостям технологий, но подробно рассказывают обо всем том, что происходит, где они бывают. Обываются они в многих местах, то есть они были на различных конференциях, они проводят презентация, летая из одного конца страны в другую по разным странам. Сегодня Сибиряков находится в Минске, не так давно он был в Европе, в Австрии, в Берлине, соответственно, и так далее. Компания Skyway Crypto была создана специально для того, чтобы заниматься привлечением инвестиций, то есть работать на финансовом рынке, помогать людям становиться инвесторами в нашем проекте, становиться, скажем так, совладельцами технологий, зарегистрировали ее в Великобритании, начали мы активно работать, как я вам сказал, в феврале месяца 2015 года. Она является официальным партнером группы компании Skyway. На сайте вы можете найти видео о подписании договора между Анатолием Бородовичем и Минским и Евгений Кубришовым, который руководит сегодня компанией Skyway Crypto. То есть своей деятельностью компания Skyway Crypto способствует введению транспорта на мировой транспортный рынок, и выбрана та же самая платформа, что и в корневой компании, как мы ее называем, Краутенвестинг. То есть в последствии Краутенвестинге мы планируем привлечь максимальное количество людей, максимальное количество инвесторов на базе микрофинансирования в наш проект. Микрофинансирование само слово говорит о том, что любой человек, не обладающий огромным количеством денежных средств, может стать участником нашего проекта. 100 генки, пенсионеры, люди, которые относятся к не обеспеченным словам, социальным нашим, тоже имеют такую возможность. Потому что у нас есть разные пакеты даре компании, которые можно приобретать стоимостью от 1000 рублей или больше. И у них на выходе достаточно большое количество долей компании, которые вы получаете. Даже за небольшие деньги. То есть ваши денежные средства сегодня могут приумножиться пока от 36 до 350. Это вы увидите в ближайшие 2-3 минуты. Дальше, задача, которую мы ставим перед собой, это создание благоприятных условий для каждого нашего партнера по возможности инвестирования в наш проект. То есть вы можете, не выходя из дома, стать совладельцами долей компании, а ближайшим будущим совладельцам крупнейшей транспортной компании. Емкость рынка транспортного сегодня составляет триллионы долларов. И емкость сегодня гораздо больше, чем емкость рынка IT-технологий. И в принципе ситуация сегодня напоминает то, что было в середине и в конце 70-х годов в сфере технологий компьютерных. Тогда появились на Ландыне цивозные люди Майкл Билл, Стив Джобс, Дэн Гейтс и еще целый ряд людей, которые поняли, что успех в вычислительной технике за персональными компьютерами, а потом перевести к интернет и так далее. То есть они говорили тогда следующее, что у меня есть идея, если вы готовы проинвестировать мне немножко деньгами, то вы можете стать очень богатым, потому что те программы, устройства, которые мы будем разрабатывать, они будут востребованы людьми, миллионы людей будут и не пользоваться, соответственно, платим за эти деньги, а вы можете разбогатеть. Кто-то им поверил, не так много таких было, но они сегодня миллионеры. То же самое сегодня происходит в нашем проекте. Вам предлагают стать совладельцами технологий, которые в ближайшее время охватят 30-50% всего мирового транспортного рынка. Можете сами посчитать, какие это деньги. Еще одна задача это максимально информирование наших инвесторов, наших партнеров о том, что происходит с технологией, с компанией, какие у нас есть выгодные возможности для инвестирования, то есть мы этим занимаемся посредством интернет-рассеек по электронным адресам тех, кто зарегистрировался, смс-рассеек. У нас есть служба технической поддержки, у нас есть отдель информационной поддержки. Здесь, в Москве, буквально в 20 метрах от меня работает десятка специалистов, которые отвечают в режиме реального времени на вопросы, которые можно задать абсолютно любой человек. Даже еще не зарегистрированный в нашем проекте. Итак, инвестиционные предложения нашей компании следующие. То есть у нас есть стандартный прослесст. Сегодня пока он выглядит вот так, как вы видите на экране. Минимальная инвестиция 15 долларов, уровень доходности третий столбик 36 раз. На выходе вы получаете 540 долей компании с КВК. Это будет до 17 октября 23 часов 55 минут. То есть будет прайс-лист выглядеть вот таким вот образом. Если вы захотите стать совладелителем пакетов долей компании до 17-го, 19-го и позднее, то я вам хочу сказать, что на 8-м этапе уровень доходности по пакетам будет снижен. То есть цена их останется той же 15, 30, 60, 200 долларов, 1000 долларов. А на выходе вы будете получать меньшее количество долей компании. Почему? Ну, как мы говорим, рисковость инвестиций в наш проект снижается с каждым днем. Это раз. Нам есть что покрасить, мы можем что показать, вы можете приехать и попробовать. По сравнению с теми людьми, которые делали свои инвестиции, например, на первом этапе развития компании в январе 14-го года. У них было только слово Ленинского, документы, да, и несколько роликов, которые мы поначалу и показывали людям. А мы повырили, они пошли, у них были самые сложные условия, у них была самая сложная ситуация, когда мы говорили людям, которых окружают, да, им крутили виска больше всех. Но кто-то из них выдержал, дотерпел, сегодня, скажем так, продолжает сотрудничать с нашим проектом и четко понимает, что данная технология будет реализована. После 17-го числа уровень доходности диском по пакетам будет уменьшен. Это стандартный прайс-лист, то есть любой человек, как я вам сказал, будучи студентом, пенсионером, за 15 долларов может себе купить 540 долей компании, 540 штук этих долей, да. Что еще очень важно, что даже проинвестировав в такую незначительную сумму, вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте, ваш профиль инвестиций может быть значительно больше, как мы поговорим буквально через 2 минуты. У нас есть пакеты, которые введены в наш личный кабинет партнера в 2 месяца этого года. По прожде людей, проживающих на территории развитых стран Европы. Номинал этих пакетов 5 тысяч долларов, 10 тысяч, 25, 50 тысяч долларов, да. Каждый из этих людей, которые приобретают пакеты, может получить в собственность от 1 миллиона 400 тысяч долей компании до 16 миллионов 750. Потенциальная возможная стоимость каждой отдельной доли к концу 17-го года 1 доллар США. Соответственно, при инвестируя деньги, которые увидят на экране, эти люди могут, скажем так, перейти в размер миллионеров в том количестве миллионов, которые увидят сейчас выделены в рамки. Плюс, эти пакеты позволяют приехать вам на территорию технопарка, по всей видимости, это будет весна, и высадить свои именные деревья, а начиная с 10 тысяч долларов и до 50 деревья редкой породы, которые будут находиться на территории технопарка с вашей табличкой, что вы инвестор нашего проекта, ну, для истории, как мы говорим, да. У нас есть замечательная возможность, о которой я уже сказал, приобретать доли компании в рассрочку. То есть, стандартные пакеты под названием старт, семьюр, стабильный бизнес, который у нас существует с января 2016 года, это возможность инвестировать от 25 долларов ежемесячно до 200. У каждого этого пакета есть свой набор долей компании на выходе, от 26 250 до 405 тысяч долей компании. Если вы выполните дополнительные условия, это либо двойной платеж, либо по вашей рекомендации придут три человека и приобретут для себя пакеты стоимостью от 25 долларов и выше, вам дополнительно будет начислено от 9 до 144 тысяч. В зависимости от выбранного вам пакета. Сразу хочу сказать, когда люди выбирают пакеты, я рекомендую всем, напротив каждого пакета, прежде чем его приобрести, есть кнопка подробностей. Нажмите и ознакомьтесь с ней. Рассрочка для людей, опять же, в первую очередь, проживающих на территории стран Западной и Центральной Европы, ну и Восточной, можно сказать, где номинал ежемесячной оплаты от 5 тысяч, точнее, от 500 долларов до 5 тысяч долларов. На 10 месяцах рассрочка с выгонными дисконтами, которые вы видите на экране, это миллионы долей компании, Skyway Capital, группы компании Skyway. Есть возможность приобрести пакеты долей компании малыш, студент, они разного номинала, от 65 до 150, то есть их всего два, и малых они можно получить до 135 тысяч на пакете малыш, которые вы по ним и дополнительных условий, и до 337 с половиной тысяч долей компании, если вы приобретаете пакет студента. Оформить их можно на своей дите, которым менее 17 лет. Кроме всего прочего, помимо того, что вы можете получать прибыль в дальнейшем в виде дивидендов от каждого километра дорог, который это прибыль будет приносить, в большом количестве адресных проектов, а у нас сегодня есть управление в компании, которое работает над созданием и над разработкой этих проектов. Уже сегодня потенциальных адресных проектов огромное количество. Есть ряд договорок о взаимодействии в этом направлении, например, со Словацким техническим университетом. Это было сделано на мероприятии, которое проходило у нас этим летом, то есть в Словакии. Потом еще попутно двигаясь с нашим проектом, создавать свою собственную бизнес сейчас. Благодаря партнерской программе, благодаря простым действиям, то есть вы можете делиться информацией о развитии нашего проекта со своим окружением и за это получать процент от инвестиций, которые в наш проект будут приходить. Это называется партнерская программа, это можно назвать принципом маклевого маркетинга. Существует сегодня более 5000 различных проектов в подобном направлении. Просто когда-то Анатолий Гарндж принял решение. Краут инвестинг раз, и второе, делиться немножко с людьми, которые помогают ему продвигать свою идею, позволять им зарабатывать уже сейчас. То есть не ждать будущего, которое в вопрос уже придет, недалекое будущее, а уже сегодня станут все успешными. Таких людей очень много, которые эту программу партнерскую развивают, у которых большие структуры, не только в городах, где они живут, но и по территории страны, даже международные структуры. У партнерской программы большое количество преимуществ. Ближайший, скажем так, вебинар, на котором мы эти преимущества рассматриваем, это пятница 13 часов. Кратко перечислить небольшие, скажем так, выдержки маркетинг-плана, то, что действительно проинвестировать 15 долларов в США, вы можете посредством того, что у вас строится партнерская структура, и начисления у нас идут на бонусный и на акционный счет с так крупным инвестором в нашем проекте. То есть деньги, которые вы начисляете на акционный счет, это подарочный счет, по сути, вы их можете использовать только на приобретение пакетов долей компании, тем самым построив какую-то структуру, получив начисление, вы просто-напросто докупаете, не тратя живых денег, себе пакеты долей компании. Партфель инвестиций растет. Донусный счет, соответственно, вам туда идут начисление, вы просто эти деньги не можете уловить и использовать для тех нужд, которые у вас есть. Высокий процент до 20 даже вы можете получать от лично привлеченных инвестиций, в зависимости от вашей квалификации у нас 6 ступеней карьеры, и до большой глубины, до 24 уровня вы можете получать от 0,1% до 7% от созданного товарооборота. Важный момент, вас никто не будет заставлять заниматься продажами активно, делать какой-то жесткий товарооборот личный, либо со структурой ежемесячно. Нет необходимости эту квалификацию подтверждать. Практически у нас накопительный маркетинг односторонний рост. Если вы что-то делаете и структура ваша что-то делает, первое поколение, в первую очередь у нас привязка к первому уровню, вы продвигаетесь вверх по карьере, соответственно, увеличивая процент и углубляясь в глубину слоя структуры, с которой вам выплачивается это вознаграждение. Для партнеров, развивающих партнерскую программу, есть инструменты партнеров. Это план вознаграждения, с которым можно ознакомиться, скачать на компьютер и самому доносить информацию до окружения. Реферальные ссылки, которые необходимы вам для того, чтобы за вами эти люди регистрировались. Это баннеры для тех, кто умеет их использовать, для тех людей, у которых есть интернет-страницы в виде сайтов и блогов. И картинка цветная, стоящая на этом сайте или веб-блоге, будет привлекать внимание людей. Они могут кликать по этой картинке и переходить либо на наш сайт, либо на лодинг партнеров, где ознакомляются информации и нажав кнопку регистрации становятся вашими партнерами. То есть таким образом можно привлекать людей, которых вы просто не знаете. Вы спите, а ваш баннер, который уже установил, а их там порядка 60 видов, разного размера можно построить, наиболее удобно для вашей страницы в интернете. И будет работать для вас 24 часа в сутки. И раздел новостей в разделе событий личного кабинета это тоже инструмент, который позволяет вам информацию отправлять в социальные сети. К этой информации прикрепима реферальная ссылка. Если кто-то при переходе этой информации на наш интернет-ресурс нажмите кнопку регистрации, то также ваш реферальный партнер. К инструментам относятся вебинары, которые у нас проходят каждый день на разных языках, уже больше 5 языков точно. Дальше это живые презентации, которые проходят в различных городах и странах. Это обучающие мероприятия, которые у нас иногда бывают. Там повторники, не пятница. Вы знаете, что у нас есть обучение финансовой грамотности. Вот специалисты, которые, по-моему, 19 лет работают на фондовом рынке. Вот, то есть успешный трейдер. Далее, периодические промо-акции, которые возникают в нашей компании, возможно, при переходе с этапа на этап у нас тоже что-то появится в ближайшее время. То есть какие-то пакеты с выгодным дисконтом расписание вебинаров в онлайн-мероприятии и оффлайн-мероприятии вы можете найти в разделе «События. Расписание вебинаров». Там есть две таблички, где вы можете увидеть наперед, да, какого числа, какой вебинар или презентация в каком городе будет. Если у вас в том городе проживают, скажем так, друзья-ознакомые, которые потенциально могут прийти на это мероприятие и ознакомиться с информацией, вы можете увидеть телефон человека, который является ответственным за это мероприятие в том регионе. А на сайте Веницкого, которое я выделяю в начале нашей презентации, в разделе «Новости» каждой неделе появляется расписание с указанием точного адреса и времени проведения мероприятия, если эту информацию лидеры, проводящие мероприятия, нам дают. Поэтому было бы желание мероприятия посещать. Как я вам говорю, у вас есть возможность общения со службой технической поддержки в формате 24 часа 7 дней в неделю и задавать вопросы, обращаться непосредственно в наш отдел информационной поддержки в Москве. Ребята с удовольствием отвечают на ваши вопросы, помогают разобраться, что где лежит, как стать совладельцем пакета новой компании, какие действия предпринимать и так далее. Какую платежную систему выбрать и что делать со всем этим дальше. Далее. Сегодня, в конце я хочу подвести итог, действительно, для каждого человека открывается возможность принять участие в планетарном проекте, который имеет отношение и к маврациям, это касается технологии, и к инвестициям, а по-своему, мы чаще слышим слово «инвестиции» в свою жизнь, люди все озадаченные куда-то вложить, пусть даже небольшие деньги, чтобы они потом прирастали в некотором темпе. Так вот, эта возможность есть здесь. Приложить физические, духовные, финансовые, моральные усилия, донести эту информацию до тех людей, которые хотят и добра, чтобы они могли тоже стать совладельцами более компаний, а может принять участие в бизнесе и заработать деньги сегодня. Потому что, в принципе, ни за кого решать нельзя. Если человек интересен, если у него, скажем так, есть большой мотив, есть большая причина что-то делать, он это будет делать. На данном слайде вы видите наш адрес, который в Москве, в котором сейчас я нахожусь здесь непосредственно, вот в этом здании, которое изображено на данном слайде. Телефоны, почта, на которые вы можете писать свои пожелания, вопросы и, в принципе, в связи с техподдержкой наши менеджеры на эти вопросы вам ответят. Ну, на этом все. Вот. Судья за новостями светит за тем, что происходит у нас сейчас в Минске. Я думаю, в ближайшее время появится там пару-тройку видеоотчетов по дням, либо, скажем так, конкретно, может быть, интервью с кем-то, имеющим отношение к миру транспорта, посетившим наш выставочный комплекс, в котором здание Манежа крытого футбольного на территории города Минска. Это проспект Победителей. Если у вас вопросов нет, то мы можем на этом закончить. Одно хочу сказать, завтра презентация у нас будет в 18 часов, и на нее вы можете пригласить людей, которые могут быть заинтересованы в получении информации о нашем проекте. Поэтому буду рад с вами пообщаться, буду рад еще раз поделиться информацией, ответить на вопросы, если таковой будет иметься. Если сейчас все в порядке, если вопросов нет, единственное, хочу обраться, я вижу, что Светлана находится у нас здесь в комнате. Это Светлана Шардом, лидер Мордалии. Прошу вас отправить мне информацию о том, у вас два живых мероприятия в этом месяце запланировано, время и место проведения. Заранее вам за это благодарен. Всем желаю здоровья, любви, хорошего настроения и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова